Продолжение следует... Сразу вам, ребята, хочу сказать, что скоро я буду проводить бесплатное полноценное обучение, оно будет совершенно бесплатным. Когда-то в свое время, когда я только начинал, понятно, мне хотелось найти 10-15 видеороликов, которые я вот посмотрю, буквально месяц практики и начну зарабатывать. Так вот, я решил сам сделать вот такое вот обучение, оно будет полностью бесплатным, но будет в новом телеграм-канале. Я как бы тоже хочу немножко набрать там аудитории, понятно, я потом смогу продавать там рекламу и там отобью деньги за свои старания. Грубо говоря, за свое время. А для вас это будет совершенно бесплатным. Пару раз посмотрите рекламку, я думаю, это для вас будет круто и для меня также. Поэтому сегодня, ребят, давайте сначала разберем все мои сделки за вчерашний день. Во-первых, ситуации, я думаю, тут что-то рассказывать особо нет. По техническому анализу здесь вообще ничего интересного. Единственное, что здесь есть, это в стакане спота крупной плотности. От этой крупной плотности я, собственно, начал набирать позицию в шорт. Ну, потому что у нас не было какого-то явно хорошего выраженного движения в ту или иную сторону. Больше я бы сказал то, что здесь график смотрелся на понижение. Потому что вчера у нас большинство монет летели на понижение. Также поговорим с вами более подробно, куда сейчас летит биткоин уже в конце этого видеоролика. Поэтому, ребят, лайк авансом. Если видос не понравится, в конце лайк можете спокойно убирать. Некоторое время, конечно, цена здесь походила в этом диапазоне. Немножко выше перетянул стоп-лосс, потому что, как я видел, меня буквально чуть-чуть не задело. Потому что на споте мы только-только начали подходить к заявке, а здесь меня уже чуть было не зацепило. Итого, примерно мы здесь стояли около 20-30 минут, и цена все-таки улетела на понижение. В это время я занимался уже настройкой нового ноутбука, который мне вчера только пришел. И, вероятнее всего, я бы в этой ситуации просто бы, ребята, переносил стоп-лосс, чтобы выжать максимально какое-то возможное движение. Но цена дала вот такой вот импульс вниз, и на этой сделке было заработано чистыми 15 долларов. Итого, эта сделка получилась закрыться примерно 1 к 3, 1 к 4. Вот вам, ребята, и весь секрет, как зарабатывать на трейдинге. Находите вот такие вот ситуации, которые у нас имеют хороший потенциал, хорошее соотношение, и зарабатываете. Вот такая вот скальперская ситуация у нас получилась. Зашли здесь, вышли здесь, плюс 15 долларов к депозиту. Следующая сделка, это мы уже ее не учитываем, потому что тут реально какие-то центы. Это я просто в настройке уже нового ноутбука пробовал, как там работает стакан. Следующая сделка была открыта по инструменту MANA. Здесь что? Короче, вы не обратили, возможно, внимания, но в стакане спота была заявка на 103 тысячи. Эту заявку постоянно то подкидывали, то убирали. Плюс я видел то, что здесь у нас есть какой-то покупатель, который постоянно кидает вот стакан ту самую заявку. Вот, опять же, видите, 86 по спреду подкинули. И я принял решение здесь зайти уже вонг. Но опять же, я смотрел то, что эту заявку убирают, и стоплос здесь я пока не переносил. Вероятнее всего, я бы стоплос уже держал примерно за отметкой 3.24, потому что там уже была настоящая заявка, которая вот повисла, и все, на этом висело, ее никто не убирал. Идет хорошее движение, обозначил для себя сразу уровень сопротивления ключевой, на которое стоило бы опираться. И здесь мы как раз-таки попадаем в ту самую зону. Выставил лимитки, по которым буду фиксироваться. Цена зацепила мою уже первую лимитку, после зацепила вторую. И в стакане фьючерсов появляется крупная плотность, крупная заявка. Именно за этой заявкой я уже хотел выставить стоплос, но как вы видите, здесь я не стоплос выставил, да, немного кнопки перепутал. И только потом уже понял и выставил стоплос. Потому что по этой ситуации я уже вытянул, в принципе, то движение, которое мне было интересно, вот этот вот самый импульс, именно до этого уровня сопротивления. Потому что дальше было непонятно. Возможно, цена отработает от этого уровня, возможно, дальше улетит на повышение. Какой-то сверхактивности по стакану спота уже не было, поэтому я и решил в данной ситуации уже зафиксировать позицию. Итого, на этой сделке было заработано чистыми плюс 45,7 долларов. Комиссия составила у нас 5 долларов. И вот как отработана данная сделка. Здесь мы заходили, увидели то, что есть у нас покупатель, то, что у нас подкидывает крупную плотность по спреду. И здесь мы уже зафиксировали позицию. Как вы видите, вот четко-четко вышли до самого разворота. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту, только уже в шорт. Здесь, как я вам сказал, я не видел какой-то суперактивности по стакану спота. Плюс у нас это была зона сопротивления. И, возможно, можно было ожидать вот хоть какую-то коррекцию. Если относительно этой ситуации, ну вот смотрите, у нас всегда есть зона сопротивления. Это не какая-то линия, это зона. Вот у нас та самая зона. Здесь мы пару раз отскакивали на повышение, здесь отскакивали. Здесь, как вы видите, у нас было таких два ложных закола, после чего у нас цена только улетела. Поэтому эти заколы я также для себя обозначаю и вполне вероятно, что цена сразу вверх не улетит. Она будет некоторое время еще двигаться вот в этом вот диапазоне, потом уже возможно.